Период все решил, именно в этом отрезке Лисам удалось себе преимущество стратегическое создать. Да, вот Шешин конечком так очень элегантно сыграл, ну и здорово сделал все и Юрий Платонов, и конечно в первую очередь Алексей Сахаров. Вот это нехороший прием очень. Здесь приходится потрудиться. Моисееву молодец, Клеб достойно отработал, пусть Сухаря и не заслужил. Смотрим, что у нас со статистикой, если ее уже успели обновить. Головин заряжает. 11-7 по броскам в третьем периоде и по сумме всех 20 минуток. Да, вот он единственный гол гостей. 45-27. То есть 26 бросков отразил Глеб Моисеев очень надежно. Этот матч самый удачный пока для него в нынешнем сезоне. Ну и соперник самый слабый, чего уж там. По вбрасываниям 7-6. Единственный период, в котором по вбрасываниям выиграли магнитогорцы, но в целом уступили они 24-29. По облакированным 3-3. Ну и в сумме за три периода 13-10. Вот как в первой 20-ти минутке сблокировали чуть больше, так и все сохранилось до конца. Силовые приемы 7-10. Здесь в каждом периоде у тюменцев было преимущество. Вот забивает Олейников. Да, и в итоге все это вылилось в цифры 15-22. Ну и до поры так синхронно шли по штрафным минутам соперники. Но в третьем периоде Лисы лишь однажды нарушили правила. А их соперники сделали это три раза. Ровно столько же, сколько за предыдущие 40 минут. Подводят все-таки недисциплинированность тюменцев. Вот здесь раздосадован был Максим Болсуновский, потому что не поделился с ним Эдгар Ворогян шайбой. Да, вот здесь Щитилин одно из ярких спасений совершил. Ну и вот забег Юрия Платонова на исходе второго периода. Далеко выходит Щитилин и сам же выручает свою команду после, ну, довольно авантюрного выхода. В третьем периоде голов мы не увидели, хотя шансов у Лисов было приличное количество. И несколько было у их соперников тоже. Подводим итоги. 5-1. Лисы одерживают седьмую победу подряд. В девяти матчах подряд набирают очки. Да, в этих девяти встречах они потеряли лишь одно. Шикарная домашняя серия у команды. И на третьей строчке они в турнирной таблице. Для того, чтобы подвинуть магнитогорцев ниже, омским ястребам нужно выигрывать оба матча. В Челябинске у Белых Медведей. Ну а затем переедут они в Магнитогорск, где как раз во вторник и среду состоятся эти игры. Да, во вторник и в среду в 17.00 в эфире телекомпании ТВИН и на канале МХЛ на YouTube.